23 ноября в зале администрации района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии, на которое присутствовали глава района Заур Хамерзов, члены комиссии, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, врач-нарколог Центральной районной больницы Каплан-Лев, руководители структурных подразделений администрации района, главы сельских поселений. О результатах оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов и заинтересованных ведомств Кашхабльского района по противодействию распространению наркотических средств среди населения рассказал начальник межмуниципального отдела Анзаур Гишев. Сотрудникам отдела МВД России по Кашхабльскому району по линии законного оборота наркотических средств в отчетном периоде 2016 года было зарегистрировано 18 фактов, в аналогичном периоде прошлого года, 15 фактов. Значит, дополняю, что это именно факты, которые зарегистрированы на территории двух районов, так как отдел обслуживает два района, и Кашхабльский и Шабгинский. В отчетном периоде было всего направлено в суд 17 уголовных дел, из них по части 3 статьи 228 по сбыту одно уголовное дело, по 228 части 2 по охранению наркотических средств на слово кругом раздгазе, два уголовного дела, и по 28 части 1 у КАРФа 9 уголовных дел, и 5 уголовных дел по 231 части 1. Начальникам отдела МВД было отмечено, что за употребление наркотических веществ без назначения врача были привлечены к административной ответственности 29 лет. В аналогичном периоде данная цифра составила 41. Также начальник полиции в своем выступлении рассказал о проводимых профилактических мероприятиях. На территории обслуживания межмуниципального дела Кашикабльский в отчетном периоде проведена была операция МАК, которая проходила в два этапа, по результатам которых были возбуждены три уголовных дела. Также в настоящем месте с 14 по 25 числу на территории Республики Адыгея проводится второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках данной акции в учебных заведениях сотрудниками полиции проводятся лекции и мероприятия. В период прохождения данной операции уже на данный момент выявлено два факта. По одному уже уголовное дело возбуждено, по второму буквально вчера изымались наркотические вещества, сейчас находится ЭКЦ, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Глава района в свою очередь подчеркнул, что в первую очередь надо уделить большое внимание профилактической работе с населением, особенно с молодежи. И взаимодействие между органами исполнительной власти и правоохранительными органами должно быть тесным. Далее, по второму вопросу повестки дня о работе и обеспеченности наркологического кабинета Кашхабской центральной районной больницы доложил врач-нарколог Каплан Лиев. В начале своего выступления Каплан Мусович отметил, что количество граждан, употребляющих наркотические вещества, относительно сократилось. Если взять, например, по Кашхабскому району, значит, в 2015 году состояло у нас 6 человек, а в этом году 4 человека у нас осталось в наркомании, которые непосредственно с синдромом зависимости от наркотиков. Это говорит положительно с нашей стороны. В текущем году по профилактике на учет с диагнозом употребления наркотических веществ с вредным последствием 12 человек состоит. За 10 месяцев, в общем, с учета сняли двоих, с выездом один, другой с выздоровлением. О проводимой работе по профилактике и предупреждению за употребление наркотиками в муниципальных образованиях Майское, Кашхабрское и Бличепсинское сельские поселения доложили главы администрации. В завершении члены комиссии утвердили план работы антинаркотической комиссии на 2017. Продолжение следует...